Здарова всем, ребята, Кент, и пока на проводе, и прямо сегодня будет очень важное видео, потому что сегодня, ребята, будет послание для разработчиков, притом это будет не только от моего имени, от имени большинства ютуберов по стендоффу. На Gigi Снедов вышло свежее обновление, добавили весенние кейсы, в которых вас ждет топовый дроп, обновились там сайт и группа ВК, также добавили бесплатные подарки за пополнение, просто пополняешь баланс и забираешь призы. Не забываем также про бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также в описании есть промокод на бесплатных 35% пополнению, всем нужны ссылочки, ты найдешь в описании. Gigi Снедов мой выбор. Здарова всем, ребятки, Кент, и пока на проводе, и сегодня будет очень важное видео, потому что, извините, но у меня уже просто-напросто подгорело. Я вас попрошу прямо с начала данного ролика, если вы с вами согласны, пожалуйста, поставьте лайк и напишите ваш любой комментарий, это очень важно, потому что именно конкретно под сегодняшним видеороликом я, ребят, буду читать ваши комментарии. Хочу прямо сначала сказать то, что у меня нету никакого мотива кого-либо засрать или кому-либо сделать плохо. Моя главная цель это просто что-либо попытаться хотя бы изменить или хотя бы попытаться что-то донести. Ребята, буквально два года назад или три, я уже не помню, я был блокстрайкером. Я снимал абсолютно другую игру, я не снимал стендов, и я вам скажу так, почему же я вообще перешел с той игры? А причина крайне проста, потому что игра просто начала умирать, потому что не было обратной связи от разработчиков. И я, к сожалению, вижу, что сейчас маленькими шажками или, возможно, даже большими, для кого как, я понимаю, что стендов идет в ту же самую сторону. Я уже понимаю, что те же самые онлайн, которые были раньше, сейчас их просто-напросто нету. И почему их нету, это уже совершенно другой вопрос. Ребята, я вам хотел бы немножко приоткрыть занавесу, как вообще все это работает на ютубе. То есть, смотрите, входит обновление в стендове, у всех актив вырастает, все радуются, все хорошо. Потом актив падает, 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 и так до следующего обновления. Потом до следующего обновления обратно актив вырастает. Но, а что делать, если нет обновления? А что делать, если мы ждали более нескольких месяцев просто какое-то минимальное обновление? И в итоге, что мы увидели? Мы увидели пас с наклейками. Да, я не могу сказать то, что все плохо Или то, что все вообще пошло куда-то под хвост Но, ребят, у меня сложилось впечатление, что Ну, давайте хоть что-то выпустим И при этом заработаем денег Это исключительно мое мнение Но я, честно говоря, очень переживаю за стендов Я очень сильно хочу, чтобы стендов процветал Чтобы было все хорошо И я очень сильно хочу, чтобы не было Таких огромных перерывов Я понимаю, отчего это отчасти Знаете почему? Да потому что у разработчиков Уже более, не знаю, наверное, полугода Висит вакансия БКН-программиста То есть у них просто нету нужного штаба сотрудников Для мобильной игры Обновление, которое уходит раз в три месяца Это просто ее убийство, потому что У этого нету будущего Если обновление будет выходить насколько редко Да просто всем надоест эта игра Вот я не знаю, беру тот же Brawl Stars, беру тот же Clash Royale Там новый сезон каждый месяц Мы этот третий сезон уже ждем более полугода Более полугода Покажите мне, пожалуйста, хотя бы одну игру Ну, мобильную, наподобие стендов Где сезоны идут по полгода Это просто трындец, это, ребят, это реально слишком-слишком много Я очень сильно хочу, чтобы, не знаю, чтобы разработчики Что-то попытались изменить, что-то пытались поменять Потому что если все будет идти только так же Ну да, еще можно поднять онлайн там на бусте Можно поднять онлайн там на каком-то ограблении на стриме Или еще что-то в этом роде Но вы должны понимать, что прямо сейчас из стендов просто выжимает последние соки Как из мочалки Потому что если обновление 0.16.0 не оправдает наши ожидания Если после обновления 0.16.0 большая часть игроков не вернется обратно То я могу сказать только то, что стендов будет реально идти только вниз Первый, ребятки, нюанс, который разработчикам По моему личному мнению Давайте не буду вообще всех ютуберов А то потом все скажут Да, не, мы такого не говорили, это один тыкин Да, он говорит лично от моего имени Я думаю, что вы меня в комментариях тоже поддержите Это то, что очень редко выходит обновление Это просто что-то с чем-то Насколько же редко выходит обновление Это что-то нереальное Дальше, ребятки, идемте Это читеры Чтобы понимали Давайте проведем небольшую аналогию Насколько редко выходит обновление Что даже выходят уже новые читы Вот мне скинули недавно чит Что чел после одной катки в ММе Получил себе 12 тысяч ММР Вы думаете, это рофл? Окей? Я прямо сейчас вам покажу 12 тысяч ММР И знаете, в чем сам большой рофл? Что у команды противников При помощи этого чита Он отнял 2000 ММР Прямо сейчас просто внимательно посмотрите На скриншоты, которые вы видите на экране Да, ребятки, это не шутка Да, это не пранк Это реально такое количество ММР у этого парня Но помимо такого количества ММР Посмотрите, сколько ММР он получает за одну катку Вы просто охренеете Вы понимаете? Уже даже вышли обновления на читы А в Синдофе еще и нету нормального обновления Ну да, вышло мини обновление Ну а что по сути добавили? Да по сути ничего-то и не добавили Мы хотели реально гораздо большего Мы ждали гораздо большего Да, режим эскалации прикольный Но это не то, что мы ждали 3 месяца Ребят, ну при всем-то уважении Пожалуйста Очень большая к вам просьба Начните как-то бороться с читерами Начните как-то более активно бороться с читерами Потому что, ребята, читеров просто пруд прудом Это отталкивает очень огромное количество игроков Потому что многие говорят Ну как тут нахрен играть с стендов Если каждый второй читер Играешь в ММР, в каждой третьей катке тоже читер Пожалуйста, давайте что-то с этим делать Потому что это, не знаю, это очень важная проблема Ну а далее у нас с вами идут Невыполненные планы на обновление от разработчиков Что же это означает? Возможно вы забыли Но, ребят, поза в прошлом году Разработчики делали себе пост на стене Был планы на этот год Так вот Там был один из планов Если не ошибаюсь Это были планы на 2020 год То есть на прошлое Это уже, грубо говоря, уже 2 года этой информации Обещали добавить клиент сервера Ну как обещали? Планировали добавить клиент сервера Притом его планировали добавить не только в 2020 Его планировали еще добавить в 2019 Но, к сожалению, ничего этого нету И ничего этого мы с вами не наблюдаем Это, ребят, очень неприятно Вы просто представьте Если бы появился клиент сервера Насколько же это было круто Я не знаю Я могу, наверное, целое отдельное видео снять Про преимущества клиент сервера Окей, идемте дальше Дальше Что еще нам разработчики говорили Что планируют добавить, но не добавили Это кастомные карты Вот что-что Но кастомные карты Дали бы второе дыхание Вторую жизнь Просто представьте Можно было бы сделать какую-то прикольную карту По типу, там, не знаю, бхоп Можно было бы сделать какую-то мини-игру и так далее И все это ты мог бы сделать сам В Unity И просто добавить Прототировать в стендов Ребят, это было бы очень круто Очень обидно То, что разработчики, к сожалению Просто-напросто не добавили всего этого Ну, а дальше, ребятки Я хотел бы с вами поговорить Про сотрудничество с Excel Bolt Что же это такое И с чем его едят И немножко сравнить с другими играми Какое сотрудничество на данный момент С Excel Bolt студией Как это все происходит Я пишу особому человеку Он мне выдает промокоды Да, это круто Также можешь забанить кого-то За кибербул или за читы Да, это тоже круто Но, чтобы вы понимали Какая ситуация Когда я прошу промокоды Мне дают 10 промокодов Когда эти промокоды раздавим на стриме То получается Ну, к примеру Если у меня там онлайн Давайте 3000 людей Я раздал 10 промокодов То остальные 2990 Пишут мне, что я кидок Притом, это не только у меня И у других ютуберов Поэтому, ребята Приходится раздавать промокоды Только в конце стрима Потому что, если ты их раздашь в начале Тебе весь стрим Подписать, что ты раздавал Фейковые промокоды И ты что, не говоришь Всем подписать, что ты кидок Ну, окей Я понимаю аудиторию Я понимаю А как это ты 10 промокодов На 3000 онлайн раздаешь Ну, это же трындец Не знаю В том же Паб Мобайле Дают промокоды На 500 активаций Почему нельзя сделать так же Синдове Чтобы промокоды Набирали онлайн Чтобы промокоды хайпили Чтобы все ждали промокоды Все такие Вау, ура, 500 промокодов Но я по-любому успею его ввести А сейчас-то Все думают Ну, а нахрена Мне вообще пытаться Вводить промокоды Если какой-то чел с ПК Сам первый ведет И все А я 100% не успею Поэтому промокоды Уже не актуальны И никому они не интересны И они уже не набирают Те онлайн Которые набирали раньше Ладно, ребятки Идемте дальше Я думаю, вы все помните О кнопочке Не беспокоят Что же это за кнопочка Если вы нажимаете Эту галочку То вам, грубо говоря Сверху, не приходят Уведомления о сообщениях Или приглашениях в лобби Почему мы эту функцию Ждали 8 месяцев Мы реально 8 месяцев страдали Ребята, 8 месяцев страданий Разве это нормально, по-вашему? Да это же тридец Я понимаю, что Если я попрошу разработчиков Чтобы мне отключили Личные сообщения Или добавили, например Кнопочку приватности Чтобы никто не мог Отправлять личные сообщения То, что я буду ждать Это, наверное, год Потому что Никто нахрен нас не слушает Я очень сильно прошу Разработчиков Ребят, пожалуйста Хоть немножко Прислушайтесь к нашему мнению Окей, идемте дальше Еще один непонятный для меня нюанс Почему разработчики Скрывают дату обновления Конкретно от проверенных ютуберов То есть есть ютуберы Которым, ну, 100% Можно доверять Эти же ютуберы Смогли бы поднять ажиотаж Эти ютуберы Смогли бы там подготовиться А если будет большой ажиотаж Что это означает? Это означает то, что У вас будут большие онлайны Логично, логично И не понимаю, почему Разработчики Скрывают дату обновления Ну, можно же написать Типа кем-то пока Сегодня будет обновление Я бы запустил бы там Какой-то стрим Типа сегодня будет обновление Шок Был бы онлайн высокий Чтобы понимали На зимнем обновлении У меня был онлайн 17 тысяч И именно это на том моменте Когда вышло обновление Я не понимаю Все же плюсы Я плюсы Понял, что у меня онлайн Разработчики плюсы Потому что это все Живые игроки Которые потом Перейдут играть в стендов Обновят и будут играть Вместе со мной Окей, идемте дальше Следующий нюанс Это, ребятки Халява Ну, халява Я не понимаю, почему Там на 8 марта На 23 февраля На 9 мая На Пасху И так далее По сути Нету никаких ивентов Нету никаких подарков Нету никакой халявы Где те бесплатные гифтбоксы Которые все ждут Где все это Все, что я вижу Это бесплатные голдпассы И то Бесплатные голдпассы Ну, вы сами знаете, что выпадает Ну, мягко говоря Ничего хорошего И то это Надо жесть как задролить Чтобы выпало хоть что-то Разработчики Я ни в коем случае Не хочу, чтобы вы это воспринимали Как будто я на вас наезжаю Или хочу вас обидеть Я действительно хочу Помочь Синдофу Я действительно хочу Внести хоть какую-то Конструктивную критику Возможно, это что-то изменит Ребят, я очень сильно хочу Если добить миллион подписчиков Но, пожалуйста Прямо в эту секунду Прямо сейчас Подпишитесь на мой канал Поставьте лайк И напишите ваше мнение В комментариях Потому что для меня Очень важно Поддержите меня хоть как-то С вами был ваш Кентуха Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok